Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Всем привет! Меня зовут Александра, и мы снова начинаем нашу рубрику «Сильные женщины». Сегодня у нас очень интересная тема, которая, как мне кажется, заинтересует и женщин, и мужчин. Потому что разговаривать мы сегодня будем о счастье. Что такое счастье, с чем его едят, откуда оно берётся. Может быть, все мы счастливы, только бессимптомно. Именно это сегодня мы будем разбирать с нашими «Сильными женщинами» Таней, Юлей, Лёлей и Кариной. Девочки, всем добрый вечер! Привет-привет! Добрый вечер! Таня, мой первый вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, ты вот сейчас, вот в данный какой-то момент, ты счастлива? Хороший вопрос. Мне кажется, что на такой вопрос нельзя ответить однозначно. Потому что вопрос в том, что такое счастье и как человек его принимает. Для каждого человека счастье – это что-то разное. И я стараюсь быть счастливой. Я даже иногда работаю над собой, когда у меня в какие-то грусти уходит настроение. А мне кажется, что человек мыслящий не может быть счастливой всегда и постоянно. Но я пытаюсь всегда себя как-то взбодрить, воодушевить, с чем-то и с кем-то сравнить. И заставить себя… Ну, не заставить – это неправильно. Стараться быть счастливой. То есть спасение утопающих – дело русских утопающих, получается? Ну, конечно, мое мнение. И как бы я могу это с самого начала, этой огромной-огромной темы сказать. Может быть, мы к чему-то другому в конце нашего разговора придем. Но мне кажется, что счастливо. Никто не может сделать человека счастливым, кроме его самого. Совершенно верно. Ну, лично я с тобой согласна абсолютно. А теперь вопрос тогда к Юле. Юля, добрый вечер. Добрый вечер. Скажи, пожалуйста. А вот правильно Таня сказала, у всех разные понятия счастья. Твое понятие счастья. О! Знаешь, с какой-то стороны я с Татьяной, в общем-то, согласна. Но должна быть у каждого своя собственная как бы формула, что ли, счастья. Это, знаешь, счастье для меня – это когда… Ну, и так далее. А дальше формула. Вот для меня счастье – это когда у меня не возникает потребности саму себя в чем-то уговаривать. Ну, типа того, что, ну, не все так плохо, не все так больно, не все так обидно, ну, и так далее. То есть не надо себя уговаривать, что нету плохих вещей в жизни. И от этого быть счастливым. Первый пункт, подпункт понятия, что такое счастье – это отсутствие уговоров самого себя. То есть самообмана. Да, отсутствие самообмана. То есть в чистое счастье. То есть нету вокруг всякой пакости. На данную минуту, на данную… Вот комфорт, вкусно, тепло, удобно, уже счастливо. Ну, тогда это, получается, не счастье, а прям мечта какая-то. Хорошо. Лёля. Здравствуй, Лёля. Добрый вечер. Скажи, пожалуйста, для того, чтобы быть счастливым, вот лично тебе, пользуешься ли ты какими-либо подручными средствами, доводишь ли ты себя до этого состояния счастья? Или ты можешь испытать состояние счастья вот сейчас, в моменте? Вот я живу, я счастлив. Значит, скорее всего, я хожу по жизни счастлива уже от того, что все родные, самые близкие, самые здоровые, живые, уже хорошо, уже счастье. Ну, это такое общее понятие счастья. А вот в моменте, вот здесь и сейчас. Ну, для меня, да, я счастлива, хожу, улыбаюсь. Прекрасно. В принципе, я говорю, для меня самое главное, чтобы все были здоровы и, как бы, ну, никто не болел, никто не умер. Это самое большое счастье. Особенно, когда это твои самые близкие, ну, те же дети наши, да, главное, чтобы они были здоровы, счастливы, ну, улыбались, и уже от этого идет счастье тебе. Хорошо, прекрасно. Хорошо, прекрасно. Карина. Карина, привет. Добрый вечер. А скажи, пожалуйста, а вот предположим, вот когда ты сама счастлива или ощущаешь вот это вот состояние счастья, эйфории, тебе хочется им поделиться? Тебе хочется, чтобы все вокруг вот точно так же ощущали, вот так же вот, как ощущаешь сейчас, как чувствуешь сейчас себя ты? Ну, конечно, хочется делиться своим счастьем. Понятное дело, что один счастлив не будешь. Хочется, чтобы кто-то мог с тобой это все реализовать и с тобой это все, как говорится, вместе проживать. Конечно, хотелось бы. Ну, хорошо. Мы подняли сейчас эту тему счастья, да, то есть все наши сильные женщины были за эту тему. А вот почему, Тань, почему бы ты хотела поговорить на эту тему? Ты в самом начале сказала, что она огромная, всеобъемлющая. Огромная, да. Что бы ты хотела привнести? Во-первых, я хотела немножко в теории рассказать, что счастье бывает разное. Бывает счастье психологическое, эмоциональное, а бывает счастье физическое. То есть бывает счастье внутреннее, которое исходит из самого человека, из его установок внутренних. То есть это когда человек может сам быть по себе счастлив, независимо от обстоятельств. Бывает счастье созависимо. Вот как сказала Юля, что все, и дай бог, чтобы так, конечно, оставалось, что все там родственники живы-здоровы, и я счастлива. Но это всё зависимо от счастья. Это счастье зависит от внешних обстоятельств. Например, есть люди, которые считают, что, да, многие считают, что сейчас я вот заработаю, куплю квартиру, там, дом, машину, и буду счастлив. Да, это счастье зависимо, зависимо от материальных благ. А есть люди, которые, у которых нету квартиры дома и машины, может быть, но они тоже счастливы. Почему? Потому что это счастье у них внутри. Ну так вот моё мнение, что это великое искусство прийти к тому счастью, которое внутри, которое независимо от внутренних каких-то, от внешних обстоятельств, которое независимо. От других людей, от того, что там сказал нам друг, супруг, внутреннее счастье. Мне кажется, что это вот целая философия. Кстати, очень много наук изучают счастье, и психология, и биология, и медицина, теорию возникновения счастья, как это счастье достигать и прочее, прочее, прочее. Это огромная всеобъемлющая тема. И почему я захотела на эту тему поговорить? Потому что, мне кажется, каждый человек хочет быть счастлив. Правильно. И к этому теперь возникает вопрос. А как? Что бы ты могла посоветовать? Давай так, абстрагируясь от психологии, от философии, от биологии, от всяких различных наук, ты сама на данный момент что могла бы посоветовать, чтобы взрастить в себе вот это внутреннее счастье? Ну, в первую очередь, жить здесь и сейчас. Это очень трудно. Многие думают о прошлом, многие думают о будущем. И это большой труд, жить здесь и сейчас. И моя точка зрения, опять же, это моя точка зрения, что действительно быть счастливым, это как раз вот эта способность жить здесь и сейчас. То есть для того, чтобы дойти до полного счастья, нужно очень неплохо над собой поработать. Я считаю, что да, но хотя есть наверняка люди, которые без работы счастливы абсолютно. Да, а потом радуешься, такой ура, ура, я такой счастлива, я себе все это сделала, вот же, тоже счастье, в принципе. Да, а есть кто-то, кто должен просто с собой поработать, чтобы быть счастливым. У каждого свои, каждый человек индивидуальный. Я поняла тебя. Да, Юля, а скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, счастливый человек альтруист или эгоист? Ой, даже не знаю, сложно сказать. Не знаешь, как ответить или не знаешь этих слов? Я знаю эти слова. Прости, говори. Значит, у меня, можно я вернусь на шаг назад? Первое, я согласна опять-таки с Таней, молодец, здесь и сейчас, это очень важно. И еще чуть-чуть добавлю, в мелочах надо уметь быть счастливым в мелочах, вот в бытовых мелочах. Увидел красивый цветок, уже счастье. Солнце взошло красиво, красиво, я не знаю, море красивое увидел издалека, в отпуске. Снял сельсную обувь. Да, да, да. Я не буду рассказывать эту притчу. Но когда ты в неудобной обуви, одежде вечером приходишь и снимаешь, счастье. Это точно. Это уже не счастье, это уже кайф. Это кайф, да. Кайф – это счастье, это неотъемлемая, так сказать, частица. И еще одно. А твое счастье-то в чем? Вот ты умеешь быть счастливой? Это ты сейчас мне вопрос задала? А, да-да, это я к тебе. А прекрасный такой пинг-понг получился. Я – да. Я счастлива безоговорочно, но опять-таки я полностью поддерживаю Таню. Я вырастила в себе это умение быть счастливой здесь и сейчас. Причем это не происходит 24 часа в сутки, конечно, но это состояние хочется удерживать. А как же тогда горе от ума? Оно мешает моим близким, но не мне. Да ладно. Есть проблема, которая не дает человек мыслящий, да, не просто здравомыслящий, а все время мыслящий, даже во сне мыслящий. Он пытается что-то новое изучить, что-то понять, чего-то достигнуть, какая-то цель всегда есть, всегда. Вот, и если не достигнуть этой цели, не получить счастье, получается горе от ума. То есть, Юля, ты считаешь, простите, то есть я хотела бы спросить, да, то есть Юля считает, тогда получается, что дураки всегда счастливые? А то, я к чему, правильно, умница. Дуракам легче вживется, и они счастливые. А вот насчет альтруизма и эгоизма, мне кажется, что чаще всего счастливые люди эгоисты. Они настолько любят и лелеют это состояние счастья, оно же всегда короче, чем состояние там горя там какого-то, или неудачи, или поражений, да, нам вот эти вот минутки счастья, они даются очень тяжело, к сожалению. Подожди, а как же тогда вариант, когда ты счастлив, сам счастьем поделись с другим, или это все только в песнях 70-80-х годов? А это, дорогуша, как раз-таки работа над собой, это то, о чем ты говорила, надо работать над собой. Чтобы испытывать состояние эйфории вот этого счастья, да, и делиться с этим, этим с другими. Ну, хотя бы с ближними, я же не говорю, что ходить раздавать по рынку, да. Хорошо. Вопрос к Карине, если она еще с нами. Я с нами. Прекрасно, и это счастье. Карина, скажи, пожалуйста, быть счастливой, делиться своим счастьем, это талант, это особое умение, или это, ну, вот оно само собой автоматическое, так вот возникает в воздухе, и появляется вот это вот желание поделиться? Я не могу сказать, что для этого нужен какой-то особенный талант. Мне кажется, что если человек счастлив, и по-настоящему счастлив, не наигранно, не как-то, не из пальца вытянута, то это как-то может быть даже как-то немножко и... Сейчас, извините, пожалуйста, надо вспомнить слово, да? Я думаю, что это можно действительно как-то, оно само собой как-то идет. Это как какая-то болезнь, которая, может быть, действительно передается каким-то определенным путем. Ну, или половым тоже, да? Я не думаю, что это талант. Это действительно само собой, разумеется. Юлечка, прости, уже вторая передача, что-то тебя прет на эту тему. Ну, да, у нас тут такая публика разновозрастная, разношерстная. Да, Лёля, слушаю тебя. Позвольте не согласиться, не совсем я согласна с Кариной, я считаю все-таки, ну, это чисто мое мнение, я считаю, что быть счастливым за кого-то, например, это даже не то, что талант, это дар. Дар свыше уметь радоваться, быть счастливым не только, когда ты счастлив, а когда кто-нибудь, вот, например, подружка приходит и говорит, Лёля, я там, не знаю, купила себе платье, которое всю жизнь о котором мечтала, и ты радуешься и ощущаешь чувство счастья за этого человека. Я считаю, что вот этот вариант, это такие, даже не талант, а дар. Ну, ты какая? Извиняюсь немножко, конечно, что, может быть, сейчас немножко прерву, но вопрос был немножко поставлен по-другому, поэтому на твой поставленный вопрос, Саша, я ответила именно вот таким вот путем, да, а насчет дара и таланта, конечно, что надо обязательно радоваться за другого, это понятное дело, и я тоже счастлива, когда мои близкие, когда мои друзья счастливы от каких-то своих, может быть, действительно, впечатлений или каких-то там даже, может быть, мелочей, меня делает это тоже счастливым. Я не скажу, что это талант, это, наверное, мой какой-то, ну, это, может быть, идет от меня, именно от моего характера. Я не думаю, что это мой талант. Хорошо, но не кажется ли вам сейчас, Карина, ты абсолютно права, вопрос был поставлен несколько по-другому, но Лёля начала тоже крайне интересную тему, крайне в интересное русло завернула. Но не кажется ли вам, что, опять-таки, вот это вот умение радоваться, девочки, вы обе сказали, за близкого, за друга, за близкого. А вот когда вот к вам подходит абсолютно незнакомый какой-то человек, и вот его буквально распирает вот от этого состояния счастья, как вот вы к этому относитесь? Вы примете этот момент, вы примете это состояние, вы порадуетесь вместе с ним, или просто пройдете мимо? Таня? Картина маслом прям. Извините, прям картинка приходит. Я всегда образно мыслю. Значит, сижу на лавочке, ну, например, ем мороженое, да, жара, фонтан рядом, все хорошо, расслабилось. А тут подходит мужик, начинает говорить тебе, ой, мне так было жарко, а сейчас я вот холодную воду достал и напился, да, как с тобой анекдота. Он счастлив, абсолютно с тобой делится. А ты смотришь на него и думаешь, что дурак, что ты там не приперся. Тут сел и рассказываешь. А вот близкий, да, я бы за него порадовалась. То есть радоваться мы можем только за близких. Таня, а у тебя как? Да, я хотела сказать немножко, вот вы даже говорите, вы больше все-таки используете слово радость. И мне кажется, что радость за близких как раз это радость, это не счастье. Эта радость может сделать вас счастливым, но счастье близких не делает счастливым вас. Оно дает вам радость. То есть мне кажется, что все-таки это как немножечко разные вещи. Ну, вы знаете, девочки... Убранное счастье, да, и радость за близкого. Я хочу привести один пример. Этот пример был в моей личной жизни. Представьте себе, особенно вот Юля, легко она образами мыслит. Суббота, раннее утро, утро после очень веселого, бурного вечера и ночи, очень после бурных посиделок. Израиль, жара, суббота, все закрыто. И вот несколько выживших из нашей группы идут по берегу, по побережью Тель-Авива искать хоть что-то открытое, чтобы купить пиво. То есть состояние вы себе представили, да, немножечко не в себе. И вот мы заходим в какой-то там отдельно открытый киоск, единственный, в субботу утром открытый. И вдруг на нас набрасывается девочка, которая там работает, которая просто распирает. Мы ее первый раз видим, израильтянка. И на английском языке начинает нам с восторгом рассказывать, что ей сегодня сделал предложение ее любимый мужчина. Знаете, девчонки, я до сих пор, это было лет, много тому назад, даже не могу вспомнить, лет 15, я до сих пор помню это состояние счастья, которое охватило и меня, и моих попутчиков. насколько она в нас вселила вот это вот счастье, в то, что сказка реально, чудо происходит, и все в жизни будет хорошо. Значит, таки... Что все-таки счастье, а не радость. Я считаю, что это все-таки... Знаешь, Таня, опять-таки, если очень сильно не обращать внимания на различные понятия, то радость, счастье и эйфория, в принципе, имеется в виду, по сути, одно и то же. Знаете, я... Я с этой стороны могу... Ну, как... На эту историю, которую Саша только что рассказал. Я бы, наверное, не просто... Ну, не то, что порадовалась, да, там... Я бы постаралась отхватить кусок этого счастья, подхватить вот этот вариант счастья этой девушки и заразиться этим счастьем от нее. У меня... Я так предполагаю, ну, как бы, сам себя хвалить, это, как бы, не самое красивое дело, но мне по жизни получается ну, как бы, дать себя заразить вот этим счастьем, которое вокруг меня. Даже если это не самый близкий и не самый родной мне человек. То есть, в принципе, по сути своей, мы вышли такие к моему вопросу, который я задала, я не знаю, минут 10 тому назад. Талант это или не талант? Значит, все-таки талант. Талант, талант. Если бы там была другая девушка, и рассказала она бы по-другому, и... даже если бы обстоятельства, может быть, были другие. Нет, обстоятельства могут быть какие угодно. Именно так, как человек это преподносит, как он умеет это преподнести, как он умеет это поделиться, каков масштаб самого человека, ну, в области счастья, в области эмоций, так сказать. Так вот, это, да, это талант, безусловно. Хорошо. Давайте немножечко на другую тему, Карина. Да. Да, скажи, пожалуйста. А вот, ну, точно так же, как моменты счастья, у каждого из нас бывают моменты несчастья. Мы не будем обращать внимание на моменты, как вот назвала Таня, внешние, когда, не дайте боги, что-то случается. А мы обращаем сейчас внимание именно на момент, вот, ты себя плохо чувствуешь, у тебя был достаточно тяжелый день. Ну, я не знаю, как бы причин для не, быть несчастливым достаточно большое количество. Как ты справляешься с этим вот своим ощущением, и как ты из этого ощущения выходишь? Сама ли посредством чего-либо? Знаешь, это, наверное, немножко можно по-разному тоже судить, потому что я слово несчастье или быть несчастливым, хочу немножко абстрагироваться от этого слова. Я, наверное, называю это больше быть недовольным, быть чем-то недовольным. И это тоже понятие такое довольно мимолетное. Ты сегодня доволен, а через пять минут, может быть, недоволен, да? Что я стараюсь делать? Ну, наверное, как и каждый любой человек, стараюсь себя чем-то отвлечь, чем-то отвлечь и зацикливаться на этом. Конечно, опять-таки, смотря что. Я стараюсь, может быть, немножко даже чуть-чуть уйти в себя в том отношении. Не хочу портить людям настроение своим каким-то недовольством или своим каким-то неприятным моментом. Наверное, немножко побыть собой, а уже сама собой немножко себя абстрагировать именно от этого чувства. То есть за счет других... Ой, простите, пожалуйста, девочки. Я хочу рассказать, что вспомнилась героиня «Унесенных ветром». Я подумаю об этом завтра. Да-да-да. Даже если я подумаю об этом сегодня, даже если я подумаю об этом сегодня, стараться не углубляться в это слишком. Не делать хуже ни себе, ни кому-то другому. Опять-таки, вытягивать самому себя за волосы из болота. Обязательно. Обязательно. Юля. Юля. Девочки, девочки. Таня опять-таки, слушай, я сегодня с ней согласна, ну если не целиком и полностью, то на 80-90 даже процентов. Ну вот, никакого спора, никакого спора, никаких других мнений, даже скучно. Я сказала, что я согласна только с ней. Я не сказала, что согласна со всеми остальными. Значит, насчет «Унесенные ветром». Вот эту фразу, которую она только что произнесла, да, цитату, «Я об этом подумаю завтра, не буду подумать об этом сегодня», или «Утро вечера мудренее» и так далее, да. Это мы повторяем себе, многие повторяют себе часто. Отложи на потом, это психологический прием достаточно понятный, особенно для девочек, для нас. Вот. Но я скорее, если брать героев данного романа, я скорее Мелани, потому что я подумаю о том, как будет близко моему в этой же ситуации. Я подумаю о том, если я сейчас начну горевать, не перекинется ли это на моих родных. Я лучше спрячу это в себе, переварю сама. Вот. Надо надеть улыбку, я ее надену. Но это не значит, что я в этот момент стану счастливее, если я улыбку одела. Но это важно, потому что надо уметь надевать улыбку, потому что зачем, если ты несчастен, делиться с другим. Хорошо. Лёля, мне даже страшно задавать себе этот вопрос, потому что я вообще не понимаю, бывают ли у тебя эти моменты, вот когда ты чувствуешь себя несчастливой, но если все-таки они у тебя бывают, как справляешься с ними ты? Конечно, у меня бывают такие моменты, все-таки я тоже человек, а не совсем робот. но, знаете, все-таки, наверное, мой внутренний какой-то вечный позитив перебивает у меня эти моменты. К сожалению, бывает так, что эти моменты не перебьешь полностью, и когда находит полная печалька, я ищу для себя самый лучший вентиль для того, чтобы как бы спустить вот этот негатив, послать его куда подальше, и, ну, как бы постараться поймать на его место позитив. К моему огромному счастью боги были благословны ко мне и дали мне вот моего, мое самое большое счастье – это моя дочь, на которую можно посмотреть, который в ее три с половиной года, слава богу, не понимает, что это такое, и смотря на ее улыбку, весь этот негатив улетывает сразу куда-то далеко-далеко и прячется там. И, наверное, вот мое самое большое счастье – это в том, что я могу найти свое счастье, посмотрев просто на улыбку самого родного и самого дорогого, что есть на этом свете. Ну, то есть у тебя получается, по сути, довольствоваться, ну, не так уж и малым, но, по сути своей, этого тебе хватает для твоего душевного равновесия. Да. Хорошо. А тогда другой вопрос. А если вдруг несчастлив твой партнер, человек, с которым ты рядом живешь, если вот у него что-то случается, опять-таки, не то, что там какая-то проблема или что-то еще, вот он просто вот сидит вот такой вот грустный и говорит, мне плохо, я несчастлив. Вот как с этим справиться? Или тоже предложить на собственного же ребенка посмотреть? Саша, можно я скажу? Да, Таня. Пока мы не перешли к партнеру. Правильно, абсолютно я соглашусь, что дети, они дают нам огромное счастье. А знаете почему? Потому что дети, это как раз те создания, которые еще умеют радоваться и быть счастливыми безусловно и дарить без сожаления и без жадности вот это счастье другим людям. То есть они еще не испорчены своим каким-то опытом негативным. И как раз таки, опять возвращаясь к психологии, психология говорит о том, что дети, это те, кто может быть счастлив безусловно. Это то, ну, великий дар, который, к сожалению, у нас потом с нашим вот, ну, каким-то негативным опытом пережитым и так далее, и так далее, мы теряем. Поэтому совершенно вредно. Дети, это те, кто вот про то, что мы сейчас говорили, это те, кто дают и делят и могут одной своей улыбкой зажечь вот эту вот искорку счастья в других. Только потому, что они не достигли переходного возраста. Да, потому что переходный возраст дает какой-то другую. Все дружно посмеялись. Да, да, поэтому... Просто так слушаю вас, слушаю, и вспоминаешь, что-то этого нет у меня. Это у тебя сейчас нету, потому что ребенок таки в переходном возрасте. Действительно. А вспомни, маленький когда был, но счастье же. Счастье, счастье, конечно. А представляешь, когда закончится переходный возраст у ребенка, какое счастье будет? Когда внуки пойдут. тогда пойдут внуки. У нас тут есть бабушка, она знает, она скажет. Ладно, возвращаемся все-таки к вопросу партнеров. Леля, еще раз задать, или ты помнишь мой вопрос? Я помню твой вопрос. Значит, если я чувствую и вижу, что мой муж сидит в полной печальке, потому что там что-то не получается так, как он этого хотел бы, или так далее. Чтобы осчастливить, ну, это в моем случае, скажем так, да, чтобы осчастливить и вдохновить вновь на какой-то позитив своего мужчину, мне, мне в принципе хватает вкусного ужина, пару обнимашек и какого-нибудь пару-тройку анекдотов. И он сразу, или баек из вот-вот буквально сегодняшнего там, или вчерашнего дня. И человек переключается полностью на ощущение позитива и ловит его в принципе. И плюс, как бы, да, еще сверху есть вот это вот создание, которое улыбнется, подойдет, обнимет, поцелует. И, знаешь, к огромному счастью именно в моей семье тогда это все очень быстро рассасывается и переходит в позитив. Повезло тебе, непредиздательный партнер. Юля, я этот вопрос задавать не буду. По ее предыдущим заявлениям я поняла, что у нее в принципе есть путь к счастью, но об этом можно говорить только 18+. Избилистый. Таня, у тебя как? Да, я вернусь к Юле. Я думаю, что можно использовать эти советы тоже, а почему нет? Это очень хороший способ вдохновить и изменить настроение партнера, если это партнер. Подождите, обычно это мужская логика. Моя женщина сидит, скучает, тоскует, я не буду спрашивать, почему, я просто сейчас быстренько верну ее хорошее настроение, оно обязательно вернется, вне зависимости от того, что у женщины случилось. Не правда, у нее голова или нет? Не правда, у женщины может болеть голова, но это не сработает. Да ладно, я тебя умоляю, анальгинчик и вперед. Это еще одна формула счастья, если у женщины болит голова, предложи анальгинчик. Слушайте, девочки, если объединить все ваши советы, это получается. Надо иметь всегда с собой анальгин, надо, ну, или что-нибудь обезболивающее, надо, значит, поменьше думать, потом, что еще, откладывать, уметь откладывать проблемы на завтра, причем почти насильственно, значит, что еще? Быть с дураком. Это я уже сказала. Иметь пару анекдотов и вкусно покушать. Вкусно покушать, может, ты дурак, а вот анекдот рассказать дурак вряд ли. Не знаю, не знаю, Леля, вкусно покушать вычеркиваем, особенно для женщин, которые на диете. А разве жизнь, может быть, счастлива? Я вам про мужчину говорю, ибо путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Это тебе просто очень повезло с партнером, Лель. Девочки, наше время потихоньку подходит к концу, и, как обычно, я бы хотела задать каждый из вас вопрос, точнее, вопрос всего один, хотела бы услышать ваши ответы коротенько, на две с половиной минуты, секунды, как управитесь, уложитесь, я без секундомера, что можно посоветовать людям, тем, кто нас слушает, тем, кто ждет от нас, может быть, каких-то, ну, не знаю, каких-то вот действительно советов, как можно здесь и сейчас стать счастливым, хотя бы попытаться. Давайте мы начнем по очереди. Карина, с меня, да, с тебя. Я считаю, что можно ставить себе маленькие цели, действительно, цели, к которым можно идти, к ним приходить и радоваться мелочам. Я согласна с каждым словом насчет радоваться мелочам. Прекрасно. Леля? Я бы, наверное, посоветовала не терять или, если уже потеряно, то найти вновь в себе своего внутреннего ребенка и вспомнить, как мало счастья, как мало нужно ребенку для счастья. Пойдите, купите себе какую-нибудь да ту же плюшевую игрушку и порадуйтесь, как этот ребенок, и вы поймете, что очень мало нужно для счастья. Замечательно. А Юля? Знаешь, у меня опять картинка перед глазами в свете Лелиного зречения. Идет огромный мужик, плачет, в руках плюшевый мишка, убирает слезы и начинает радоваться. Красиво. Работает же, наверное. Верное, Значит, чего я это самое чего я хочу сказать по этому поводу. Мы все разные, все абсолютно. Вообще, мужчины и женщины вообще с разных планет. Это философия бесконечная. Поэтому каждый для себя должен выяснить, что для него счастье. И каждый для себя свою личную формулу должен вывести. Исследовать этому. То есть, вспоминаешь, сидишь, как дважды два, да? А что мне надо для счастья? А какие составляющие у меня есть? Так. А чего не хватает? Так. Ага. А давай доберем. И так далее. В общем, своя собственная формула счастья. То есть, получается, какой-то колдовской навар. Мы туда щепуточку того-то, щепуточку того-то, а потом напоим близких. А жабу засушить заранее, чтобы было. Понятно. На всякий случай, Таня, у тебя какие есть советы? согласна. Согласна абсолютно с Юлией, что нужно понять, что для тебя счастье. Вывести, это, конечно, желательно, идеально, свою формулу счастья. Вспомнить моменты, которые делают тебя счастливым. Жить здесь и сейчас. Не думать, не жить какой-то целью, которая будет когда-то, а жить процессом. Если счастье, многие говорят, что счастье это не цель. Счастье это быть в этом процессе достижения этой цели, даже если, может быть, она не достигнута. Ведь сколько было такого, когда люди идут, идут к цели, а потом цель достигнута, а они все равно не счастливы. Поэтому нужно наслаждаться процессом, если есть такая возможность. И просто любить, любить себя, быть счастливым. А еще я хотела сказать и посоветовать, посмотрите, мультик проводит из Ромашкова. Вот это счастье быть сейчас здесь и обращать внимание на цветочки, на небо, на ромашки. На ромашки. Это пример вот этого счастья сейчас, здесь и сейчас. Парамбозик из Ромашкова это тот счастливый персонаж, который выразил всех пассажиров своим счастьем. Своим посетителем. Мужик с пляшовым мишкой тоже. на этой замечательной... Да, слушаю. Ну, тогда я считаю, что ты вот спрашиваешь нас всех, а сама только модерируешь, поэтому вопрос назад пинг-понгом кидают тебе, что ты посоветуешь нашим слушателям, какой совет можешь дать именно ты. для того, чтобы... А я скажу так, хорошо, я скажу так. Я вот сейчас, например, чувствую себя абсолютно счастливой, потому что я провела некоторое количество времени в общении с абсолютно потрясающими позитивными людьми. Я согласна со всеми вашими предложениями, потому что я сама живу здесь и сейчас и аккумулирую это счастье. Мой личный рецепт счастья, наверное, действительно окружать себя позитивом, чувствовать себя в правильном месте, в правильное время, в правильном росле и все время к чему-то стремиться. Не стоять на месте. Именно то, о чем сказала Таня, даже само достижение цели, вот сам поход к цели мне лично доставляет удовольствие, просто потому что я прекрасно понимаю, что после того, как будет достигнута одна цель, сразу же за ней будет вторая, третья, четвертая, то есть не останавливаемся, живем и дышим полной грудью. Твой позитив хороший, почему? Потому что он творческий. Да, я все время стремлюсь, наверное, все свои цели, которых я пытаюсь достигать, они все творческие. Девушки, я безумно благодарна вам за это общение, как я уже сказала, я лично провела прекрасные сколько, 40 минут общаясь с вами и очень надеюсь на наше последующее общение. Дорогие наши слушатели, через неделю мы выйдем, очень надеюсь, тем же самым составом в эфир и будем обсуждать тоже достаточно такую глобальную, огромную тему дружба. причем дружба во всех ее видах и проявлениях. Будьте с нами, будьте здоровы, будьте счастливы, будьте позитивны и пусть у вас все будет хорошо. Девушки, с вами я прощаюсь, спасибо вам огромное. Пока-пока. Спасибо, пока. Спасибо, до свидания. Дюссельдорф по-русски Говорим, что думаем.